В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Традиционно в новогодние праздники мы вспоминаем о самых главных событиях ушедшего года. Чем он запомнился, чем отличился, чем порадовало, а может огорчил. Все, что активно обсуждали в течение последних 12 месяцев наших праздничных спецвыпусков. И сегодня мы вспоминаем октябрь 2020-го. В октябре коронавирус вновь напомнил о себе. Темпы роста заболеваемости увеличились в разы, обогнав весенние показатели. На территории Нижегородской области ужесточили масочный режим. Об этой мере защиты многие саровчане на фоне спада заболеваемости коронавирусом летом стали забывать. Чтобы донести до горожан важность соблюдения режима, администрация вышла в профилактические рейды. Здравствуйте! Здравствуйте! С администрацией по исполнению требований указанных. Значит, видим, что покупатели обслуживаются в масках. В каждый магазин участники рейда заходят с понятным и привычным уже списком требований. На входе должны быть бесплатные маски и санитайзер. В специальном журнале здоровья указаны замеры температуры тела каждого работника. Есть обязательства и в отношении покупателей. У нас требования, какие обязательства у магазинов, что они не должны допускать в торговый зал людей без маски. И они не должны обслуживать покупателей без маски. За два часа рейда наша съемочная группа и сотрудники администрации обошли более пяти магазинов. И в каждом встретили покупателей без масок. Сотрудники уверяли, что бесплатные повязки в магазине есть. Но покупатели не хотят ими пользоваться и устраивают скандалы. Если руководители магазинов не учтут замечания, их ждут штрафы в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Они проводят с детьми не меньше времени, чем родители. Учат, воспитывают и наставляют. 5 октября в России отметили День учителя. Это одна из тех профессий, куда идут по призванию дать знания, воспитать в любви и уважении и выпустить во взрослую жизнь самостоятельным человеком. О том, что главное в профессии педагога и как сделать преподавание самого сложного предмета интересным и увлекательным, смотрите в следующем репортаже. Лекарства, зеркала, пищевые добавки, автомобильные покрышки. Химические элементы и связи окружают нас повсюду. Даже сам человек состоит из молекулы цепочек. Елена Полторыхина доказывает своим ученикам, что химия может быть интересной и полезной. Женщина уверена, поиск новых форм и методов подачи материала – толчок к непрерывному развитию преподавателя. В современном мире учитель – это уже человек не только, который учит других, а, наверное, тот, который очень много учится сам. Ведь сейчас в школах используют все новые информационные технологии. Это и цифровые лаборатории, интерактивные доски, компьютеры. И учитель просто обязан все это знать, чтобы быть востребованным, чтобы быть интересным для своих учеников. Елена Полторыхина в профессии больше 14 лет. Стать учителем она мечтала с детства. Главная мотивация и награды для преподавателя – повышение уровня знаний и интерес детей к предмету. Когда ты приходишь на урок, независимо, какое у тебя настроение, мы все живые люди, начинается урок, ты понимаешь, что ты отключаешься от всего. И если ты видишь вот эти заинтересованные глаза, они безразличные. Ну, наверное, зато ты черпаешь такую энергию. Просто это дает дальше стимул работать, что-то узнавать новое. Учащиеся школы номер 11 с удовольствием познают основы химии. С учениками Елена Юрьевна часто проводят эксперименты и опыты, которые так любят дети. Воспитанники ставят педагога в пример, ценят ее подход, благодаря которому некоторые из школьников хотят связать жизнь с наукой. Мне очень нравится вариант преподавания химии, но также я смотрю работу на производстве, такие как наноинженерия, работу с органической химией, то есть в науку идти. Большой любовью к этому предмету я обязана моему любимому учителю, прекрасному преподавателю Елене Юрьевне. Она очень добрая, очень стильная, то есть она всегда идет в ногу с модой и очень приятный человек в общении. Я очень люблю в школе химию и считаю, что одним из важных критериев изучения этого предмета является грамотное преподнесение материала, чтобы это было просто и понятно. И я думаю, что Елена Юрьевна отлично с этим справляется. Переоценить труд преподавателя нельзя. Учитель – это наставник, заботливый помощник не только в получении знаний, но и в жизненных ситуациях. Человек, который на протяжении школьных лет пытается раскрыть в каждом ребенке индивидуальность, помогает выбрать будущий путь. В октябре в Сарове появился филиал добровольческого поисково-спасательного центра «Рысь» На открытии руководители центра передали саровским добровольцам спецоборудование и презентовали школы детской и родительской безопасности. Теперь местное отделение поисково-спасательной группы «Рысь» может оперативно включаться в поиски пропавших людей на территории города. С 2018 года волонтеры добровольческого поисково-спасательного центра «Рысь» помогают людям найти пропавших родных. Сейчас этим занимаются более 300 активистов. Их деятельность охватывает почти всю Нижегородскую область. Подразделения «Рысь» есть в Иксе, Арзамасе, Богородске, Семенове и на Бару. Теперь еще и в Сарове. Много заявок на вступление. И собралась команда, скажем так, уже небольшая, порядка 20 человек. Решили все-таки филиал именно здесь открыть. Совсем недавно волонтеры «Рысь» совместно с кинологическим отрядом «Сарова» участвовали в поисках Вячеслава Линника. В прошлом году, благодаря оперативной работе центра и различных служб, удалось найти пятилетнюю «Зарину». Эмоции после спасения людей перекрывают всю усталость волонтеров, которые работают большой командой круглосуточно. Самое основное требование – это желание вступить, желание помогать. Всему остальному мы учим, постоянно проводим обучающие мероприятия. Ориентирование навигации, картография. Также есть у нас там инфогруппа. Это люди, которые занимаются поиском, скажем так, отдаленно. Их задача – сделать ориентировку, опросить свидетелей. Как бы на поисках они не присутствуют, но проделывают очень колоссальную работу. Самая высшая ступень – это у нас координаторы. Это те, кто руководят поисковой работой, непосредственным взаимодействием уже с силовыми структурами. На открытии филиала в нашем городе руководители добровольческого поисково-спасательного центра «Рысь» рассказали о своей работе, поделились опытом и ответили на вопросы саровчан. Организаторы передали активистам специальное оборудование – навигаторы, рации, радиостанции, которые будут необходимы в работе. Познакомились со своими проектами, в которых сотрудники обучают взрослых и детей поведению в чрезвычайных ситуациях. У нас есть школа детской безопасности. Рассказываем детям, как безопасно вести себя в городе, в лесу, дома. Все желающие могут подать заявку и вступить в отряд центра «Рысь». Самая аппетитная ярмарка осени – вкуснофест – прошла в октябре в парке имени Зернова. Представители ресторанов, кафе и фастфудов Сарова представили свои лучшие блюда, а мастера и мастерицы продемонстрировали изделия и ручную работу им. На гастрономическом празднике побывала и наша съемочная группа. Вкуснофест – праздник, который объединяет всех любителей качественной еды и напитков. На ярмарке в парке имени Зернова собрались предприниматели пищевой промышленности, а также самозанятые мастера керамики, текстильных и вязаных игрушек, маловарения и шитья. Саровчане смогли приобрести свежую выпечку, аппетитные бургеры и роллы, кондитерские изделия, фруктовые и ягодные морсы, имбирные пряники, картины и сувениры для дома. Порадовать детей игрушками и воздушными шарами. «Интересные, разнообразные фирмы представлены, конечно, да, все интересно посмотреть, это все видим в интернете, ну и потом ассортимент посмотрели, как говорится, вживую, не на картинке». «Вообще шикарно, мне очень понравилось, очень все вкусно, самое главное – доступно». «Ну, интересно вот эти поделки очень, ну и это тоже на свежем воздухе, видите, как народ с удовольствием гуляет, еще и подзаправится». В этом году из-за пандемии от развлекательной программы пришлось отказаться. Праздничную атмосферу организаторы создавали с помощью приятной музыки и фотозоны. «Вообще настроение чувствует такое приподнятое, да, ребята подходят, спрашивают, а это вы организовали, вы хотите нас поддержать, настроение нам сделать, это население, да, да, конечно, хотим настроение сделать. Предприниматели стараются, и все рады, предприниматели очень азартны, подготавливались. Сейчас они подвозят, подвозят, иду, я думаю, что, ну, они не ожидали даже такого вот ажиотажа среди населения». «У нас все получилось, люди пришли, люди полны энергии, радости, предприниматели у нас очень довольны, и мы считаем, что от этого мероприятия выхлоп прямо буквально 100%. Конечно, приходится подходить и напоминать людям о том, что необходимо соблюдать дистанцию. Мы бесплатно раздаем маски всем присутствующим, главное, чтобы было безопасно». Для предпринимателей «Вкуснофест» стал отличной возможностью показать продукцию, поработать с большим потоком людей. Для саровчана открыть для себя новые вкусы, познакомиться с производителями кухни и разных кафе и ресторанов города в одном месте. Саровский чистомен. Пять мешков мусора в одиночку собрал школьник в лесу в нашем городе и прославил этим саров прошлой осенью. Восьмиклассник вдохновился примером жителя Челябинска, который начал бороться со свалками и в итоге собрал вокруг себя серьезную когорту единомышленников, помогающих ему прибирать город. «Тут было много осколков. Пять мешков мусора ученик восьмого класса первого интерната Сергей Мастеров собрал на поляне возле храма во имя Сошествия Святого Духа. Беспорядок в лесном массиве молодой человек обнаружил по пути из школы. По словам Сергея, раньше здесь было чисто, но недавно кто-то притащил на поляну бревно, на котором теперь собираются шумные компании и оставляют после себя мусор. Мне стало обидно к некоторым горожанам, что отдыхают и не убирать за собой, убрать мусор, потому что никто не будет ходить сюда и убирать. Я решил пойти сюда, взял коляску и привез сюда, и собрал вот эти пять пакетов и повез на мусорку провокзальную около гаражей». Сергей Мастеров вошел в Лигу Чистомэнов Нижегородской области, но причин для гордости молодой человек не видит. Говорит, что уважающий и любящий свой город человек не должен мусорить. И если на пути попадаются фантики от конфет, пластиковые бутылки или пустые пакеты, их нужно поднять и выбросить в мусорку. «Я за чистую экологию тоже. Ну, чтобы вот этих случаев не повторялись, следить за собой и убирать свой мусор». В планах у Сергея завершить уборку поляны, разрубить бревно и написать объявление «Мы за чистый город». 30 октября в России отметили День тренера. Этот праздник – повод еще раз поблагодарить тех, кто прививает нам тягу к здоровому образу жизни, учит не пасовать перед трудностями, воспитывать самообладание и стремиться к совершенствам. О знаменитой тренерской династии нашего города расскажем далее. Николай Седов на лыжах с малых лет. На них он в зимнее время добирался до школы, которая находилась далеко от дома, и занимался в спортивной секции. Юношеская мечта стать тренером воплотилась в жизнь. 31 год. Николай вместе с супругой Еленой готовит лыжников в школу Олимпийского резерва «Атом». Среди них немало именитых спортсменов, мастеров международного класса. «Есть несколько групп спортивного совершенствования. Дети имеют звание мастеров спорта, кандидатов мастера спорта, являются победителями и призерами спартакиад, школьников, победители и призеры первенства России среди средних, старшего, юношеского возраста, юниоров и молодежи». Роль тренера в становлении спортсменов трудно переоценить. Развитие физической формы, воспитание выносливости и стойкого характера, целеустремленность лыжников, плоды совместных усилий тренера и подопечного. Николая Евгеньевича воспитанники считают наставником не только в спорте. «Николай Евгеньевич очень хороший тренер. Он бывает и строгим в меру, и добрым. Всегда поможет, подскажет. Для каждого спортсмена тренер очень важен, так как он всегда направит в нужное русло, не только по спорту, но и по жизни. Всегда подскажет, как нужно правильно поступить». За свою карьеру Николай Евгеньевич добился звания мастера спорта и заслуженного тренера России. Не меньше титулов и у Елены Седовой. Но награды и звания для тренеров второстепенные. Улыбки и достижения воспитанников – главные результаты многолетней работы. «Мы всегда ходим с удовольствием на работу. Всегда увидишь этих ребятишек, которые тебе радуются. Вот эти счастливые глаза ихние, которые у них горят. И хочется еще больше и больше работать». Тренируются саровские спортсмены практически круглый год. Когда снега нет, бегают на лыжероллерах. За последние 30 лет спорт во многом изменился. Деревянные лыжи заменили легким пластиком. Самостоятельно протоптанные дорожки превратились в первоклассные трассы с утрамбовкой и нарезкой. «Физическая подготовка занимала, можно сказать, что одна треть всей подготовки лыжника основная приходилась на функциональную подготовку плюс беговую работу. То сейчас где-то физическая подготовка силовая занимает порядка 40-50 процентов всей подготовки лыжников-спортсменов». По словам тренера, в нашем городе лыжный спорт занимает ведущие позиции. Саровчане регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях разного уровня, проводят активные праздники и придерживаются здорового образа жизни. Таким нам запомнился октябрь ушедшего года. Но вспомнить важные для вас события 2020-го и пересмотреть репортажи о них вы можете в любое удобное для вас время на нашем канале в Ютьюбе. Также все новости ищите в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. А уже в ближайшем выпуске мы расскажем, каким был финал 2020-го года. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и только хороших новостей в наступившем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова